От Путина бегут его лучшие друзья-олигархи, но теперь против него готовы и сражаться. Кадровые российские военные переходят на сторону Украины. Теперь они воюют в специально созданном легионе под названием «Свобода России». Почему у главы Кремля появились враги в его же собственной армии, расскажет Елена Гончаренко. Помощь в борьбе с российской армией подоспела откуда не ждали от бывших путинских солдат. Одумайтесь, Владимир Владимирович. Один за другим они переходят на сторону Украины. И не только солдаты, а даже российские топ-менеджеры. Игорь Волобоев. На вторжении России в Украину вице-президент Газпромбанка. За его плечами 20 лет работы в Газпроме, главном инструменте кремлевского шантажа. Но Волобоев родом из Украины, родился в Ахтырке, Сумской области. Когда российская армия начала уничтожать его город, а отец в месяц просидел в подвале под бомбежками. Успешную жизнь Волобоев решил оставить. Я не мог больше наблюдать со стороны, что творит Россия с моей родиной. Я приехал защищать с оружием в руках свою родину. Ахтырку, неважно, Украину. Я, этот мой визит как покаяние, я хочу отмыться от своего российского прошлого. Вреды ВСУ Волобоева не взяли, пока он собирается вступить в терроборону. А это бывшие кадровые российские военные, тоже готовы защищать Украину от того, кто их сюда послал. К вам обращается русский офицер. 24 февраля, как и все вы, я и моя рота зашли на территорию независимой Украины. Выполняю преступный приказ диктатора Путина. Это видео появилось в сети в первые дни войны. Российский солдат рассказывает, как попал в Украину с цветами и объятиями. Его, конечно же, никто не встречал. Позже подобных обращений стало появляться все больше. Владимир Владимирович, в своей речи вы обещали показать Украине, что такое настоящая декоммунизация. Так вот, к вашему разочарованию и нашему удивлению, здесь все давно декоммунизировано и без нас. Что не скажешь о России, которая в последние годы все больше и больше напоминает Союз Советских Социалистических Республик. Путин бросил этих солдат в настоящую мясорубку, а она быстро прочистила мозги. Никаких нацистов в Украине нет, а российская пропаганда долгие годы просто лгала. Находясь в плену, я осознал, что на самом деле это никакая не спецоперация. Идет полномасштабное вторжение на территорию другого государства с целью установления своей власти, своего режима. Мародерство и изнасилование. Вместо украинских нацистов российские офицеры увидели зверство своих же сослуживцев. Я своими глазами видел маленьких детей, которые в буквальном смысле слова были разорваны. Это были маленькие девочки, которым на вид не было даже и 10 лет. Они переходят на сторону Украины не десятками, а сотнями. Бывшие российские военные решили создать целый легион «Свобода России» в рядах украинской армии. Они скрывают свои лица, ведь дома остались семьи. Я видел, как российская армия использовала заложников в лице мирных граждан, как живые щиты. Тогда я принял для себя решение не вступать в бой с вооруженными силами Украины и сдаться в плен. Легионеры уже осваивают британские гранатометы «Н-Лау», американские «Стингеры» тренируются на украинских военных базах. Эти люди прошли долгий путь спецпроверок, прежде чем недавним врагам поверили и доверили оружие. По счетку изначала предварительный отбор данных. Их неделями изучают, потом собеседование, потом детекторы ЛЖИ, за ними наблюдают просто, без оружия. И далеко не все доказали, что с оружием в руках могут выполнять задания. У солдат легиона своя форма, на ней бело-синие шевроны. Эти цвета – новый флаг России. Его придумали сами россияне, не согласные с кровавым режимом Путина. Легионеры даже разработали инструкцию для российских солдат, как правильно сдаться в плен и вступить в подразделение. А еще бойцы призывают рисовать в России букву «Л» – символ легиона. Чтобы Путин, проезжая по московским улицам, везде видел этот знак и знал. Ответить ему придется за все. Елена Гочеренко, Украина 24, для проекта Freedom, канал UA. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова